И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами проанализируем те новости, о которых любит говорить-обсуждать армянская общественность, как в самой Армении, так и вне её, то бишь в армянских диаспорах. Для этого мы с вами перейдём по следующей ссылке новости Армении и Карабаха, но здесь написано по-другому, чисто по-армянски. Армения продолжает верить в существование некоего так называемого Арцаха. Итоги дня 14 декабря 2021 года. Давайте с вами проанализируем, о чём же сейчас рассуждают представители армянства. Начнём. Пора уже привыкнуть вместо так называемого Арцаха писать Карабах. И вместо так называемого флага Арцаха уже пора повесить флаг Азербайджана. Ну а мы продолжим. Знаете, на мой взгляд, ведь полиция, по идее, должна служить защите от внутренних угроз. Насколько я понимаю, в Карабахе опасаются некоего внутреннего переворота и прихода к власти тех армян, которые именно видят себя в составе Азербайджана. Тех, кто уже понял, что гибель их сыновей была пустой. Во всяком случае, у меня складывается именно такое ощущение. Ведь создавать специальное подразделение полиции, учитывая, что территория так называемого, как армянство продолжает называть Арцаха, крайне мало. И если его создают, то это создаётся, во-первых, для видимости существования так называемой республики Арцах, и второе, для устрашения местного населения. Чего-то бояться. Ну, а мы продолжаем. Хочу остановить. Здесь очень важно. То есть пропускать к некогда албанским церквям, которые давным-давно превращены в армянские, всё-таки миротворцы стали более скрупулёзно. Малое количество народа, которое они пропускают, это не может не радовать. Правда, вопрос в другом. Предупреждена ли была азербайджанская сторона в связи с данными действиями? И всегда ли азербайджанскую сторону предупреждали российские миротворцы? Ведь данные действия происходили на протяжении недели. Это уже другой вопрос. Тем не менее, подвижки есть, которые не могут не радовать. Мы же продолжаем. Для Армении Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом выехал в Брюссель. Он встретится с президентом Европейского совета Шарли Мишеля. В Брюсселе запланирована и трёхсторонняя встреча Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарли Мишеля и Ильхама Алиева. Ну, в отношении данных встреч, в общем-то, понятно, что они ничего за собой не несут. В большей мере несёт определённый позыв человечеству то, что налаживается отношение Армении и Турции, о чём пойдёт и речь в дальнейшем. Ведь данный момент, данное действие, прежде всего, как вы понимаете, связано с тем, что некая договорённость по полному возвращению земель, азербайджанских земель Азербайджану со стороны Армении уже, видимо, имеется. Ведь Турция связывала улучшение отношений с Арменией именно с этим аспектом. Поправьте меня, если я в чём-то ошибаюсь. Значит, есть некая договорённость, о которой нам пока ещё вслух не говорят. Но это видно по действиям. Мы же продолжим. В Степановане завершилось строительство Центра социального обслуживания населения. Многие вопросы с документами можно будет решить в этом здании системой единого окна. Мэри Еревана закупила 8 единиц. Новые спецтехники... Здесь я хочу остановиться. Вот знаете, единственное, что меня сейчас напрягло, это то, что вот это создание так называемой полиции по охране грузов. Видимо, власти так называемого Нагорного Карабаха боятся не только внутренних угроз среди бунта жителей самого Карабаха. Но они также боятся действий со стороны Армении. И, видимо, в скором времени мы будем с вами свидетелями противостояния уже Армении и так называемого Нагорного Карабаха. Возможно, даже жёсткие, в кавычках, жёсткие действия со стороны так называемых властей Нагорного Карабаха в сторону Армении. Вполне возможно. Для города. Всего к зиме город подготовил 62 единицы техники. Армения от Португалии получит 40 тысяч доз вакцины Pfizer. В рамках процесса поставки вакцин от COVID-19 в страны Восточного партнерства Армения получит эту партию вакцины. Первая доставка вакцины из Португалии в Армению в рамках этого механизма... Странно, почему то, что Армения состоит в ЕАЭС, она не берёт те самые вакцины у России, а берёт и у Европы. Интересный момент. Это так, для российских экспертов. На заметку. То есть, лекарства Армения берёт у Европы, а микрогранты для студентов у России. Что это, если не грабёж России? Не так ли? Скачивай бесплатное приложение RadioHike, WebStore и Google Play вполне... Давайте прокрутим немножко вперёд. В Арцахе состоялось официальное открытие корреспондентского пункта Hike Media. Вот это очень интересно. Вот давайте послушаем. И, пожалуйста, сейчас самая большая концентрация, потому что более смешных заявлений я ещё не слышал. Давайте послушаем. Вот то, что сейчас будут говорить. К целью корреспондентского пункта в республике Арцах является тесное сотрудничество и укрепление связей между армянской диаспорой и Арцах. Это сотрудничество позволит диаспоре иметь больше информации о нашей маленькой стране, о её достижениях и восстановлении... Маленькой стране. Для того, чтобы территорию называть страной, она должна быть кем-то признана. Поэтому это именно территория, которая охраняется и снабжается извне. Продолжим. После войны. На открытии корреспондентского пункта Hike Media присутствовали министр иностранных дел Давид Бабаян, также главный редактор газеты «Азат Арцах» Норик Каспарян, представители прессы «Азат Арцах», преподаватели Арцахского государственного университета и официальные лица. Ну, во-первых, я поздравляю. Обратите внимание, официальные лица, а в чём они официальны? Кто их признал официальными? Вопрос тоже интересный. Разве их могут, с ними могут осуществлять, скажем так, государственные встречи президенты стран на официальном уровне? Для того, чтобы быть официальным лицом, они должны иметь на данной встрече разрешение? Нету. Продолжим. Весь, значит, коллектив коррпункта, я считаю, что это очень важное событие, не только в жизни Арцаха, но и вообще, думаю, что коррпункт сыграет очень такую значимую роль в укреплении внутриармянского единства, в укреплении связи между армянской диаспорой, в частности, Россией и Арцаха, в укреплении российско-армянских, российско-карабахских... О каких российско-карабахских отношениях он говорит? Он имел в виду российско-азербайджанских отношений? Я так понимаю, потому что, обратите внимание, он назвал в отношении России именно карабахских отношений, не продолжил называть эту территорию Арцахом. Карабах – это территория Азербайджана. О чем он говорит? Это так, немного юмора. Ничего не скажешь. Бабаян и в Африке бабаян. В отношении братских связей о России были переданы те представители армянства, которые нападали в 1992 году на российских десантников в так называемом, в моей столице, так называемого Нагорного Карабаха? По-моему, нет. Это так. На память. ...информацию про Арцах непосредственно из первых рук. Поэтому у вас очень много работы. Но я уверен, что вы справитесь. Потому что я вижу, что коллектив состоит из очень энергичных людей, молодых, патриотов, преданных своему делу и профессионалов. Но здесь уже не будем. Давайте прокрутим с вами. Потому что речи на армянском не стоит слушать. Мы же прокрутим сейчас на вот этот момент. Турецкая экономика создает очереди за дешевым хлебом. Турция. Наши дни. Очереди за хлебом в Стамбуле. На фоне резкой инфляции хлеб подорожал с полутора до трех с половиной лир. В Стамбуле муниципалитет и другие учреждения организовали продажу несвежего хлеба по цене 1,25 лир. Понятно, что это не без представителей Запада осуществляется. Но сейчас, как вы знаете, многие страны мира, которым надоело быть подопечными у США, оказывают массивную помощь именно Турции. Поэтому недолго, как говорится, мучилась старушка. Это в отношении армянства. Недолго фраер танцевал. Недолго. К сожалению, такие проблемы имели место даже в Америке. Даже во времена, когда они, в общем-то, избавились от кризиса. Кризис, тире мировая экономика, к сожалению, имеет такую тенденцию, как внезапно обрушаться. Это было с долларом, с рублем и даже с евро были проблемы. Не так ли? Поэтому, чего мы удивляться, что Турция и так столько лет продержавшись, да, встретилась с данной проблемой. Мы же продолжим. Заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлюд Чавушеглу в парламенте страны. Это произойдет в ближайшем будущем. Также страны откроют чартерное сообщение. Ранее премьер Пашинян заявил о намерении стабилизировать отношения с Турцией. Напоминаем, что между странами отсутствуют дипломатические отношения, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. На эту тему сегодня написало американское издание Bloomberg. Турция надеется, что шаги по нормализации отношений с Арменией помогут Анкаре улучшить напряженные отношения с Вашингтоном. Неожиданное поведение Турции соответствует просьбе президента США Джо Байдена, который во время октябрьской встречи в Риме призвал президента Турции Эрдогана открыть границу страны с Арменией, не имеющей выхода к морю. Сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Давайте остановимся и давайте с Вами сейчас просто проанализируем некоторые моменты. Первый момент. Армения, в общем-то, потерпела крах в Карабахе. И Азербайджан уже практически и де-факто, и де-юре вернул свои земли. Не так ли? А ведь Турция как раз-таки осуществляла закрытие границы с Арменией на фоне оккупации Карабаха. Поэтому зачем Турции продолжать данную тенденцию? Есть еще важный момент. Турция открытием границ может помочь Пашиняну, ну, скажем так, побороть те силы, которые требуют реванша, требуют продолжения кровавого банкета. Не так ли? Есть еще одна причина, не менее важная. Это Зангизур. Ведь для того, чтобы запустить Зангизурский коридор, необходимо иметь представителей Армении на территории Турции и Азербайджана. Потому что будут возникать вопросы, которые необходимо будет решать на дипломатическом уровне. Не так ли? В связи с чем связывать действия Турции с Байденом, с Америкой, на мой взгляд, это ересь. Банальная ересь. Но давайте продолжим. Тем более верить Блумбергу в такой медиасистеме, как Блумберг. Давайте продолжим. Находящийся в Армении кандидат в президенты Франции, журналист и писатель Эрик Зимур опубликовал свою фотографию на фоне горы Арарата. На границе Армении и Турции. Перед горой Арарата. Я хочу сказать армянам. Вы являетесь образцом сопротивления на протяжении веков. Подписал он это фото после визита в Хорверап. Эрик Зимур является крайне правым политиком. Крайне правым. Насколько вы понимаете, под словом крайне право означает практически неонацист. Теперь вопрос крайне простой. Как вы считаете, почему французский неонацист поддерживает Армению? Вас ничего не смущает в отношении тех самых факельных шествий, многочисленных заявлений о сравнивании евреев с лабораторными крысами и то, что никто этих так называемых политиков не наказывает. И вдруг поддержка со стороны французского неонациста. При этом уже открытая поддержка своих братьев по неонацизму в Армении. Но давайте продолжим. По некоторым прогнозам он пройдет во второй тур и станет основным соперником Макрона на выборах. Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Армению посетил известный российский художник-реставратор по настенной живописи, высшей квалификации, лауреат первой премии конкурса «Реставрация Москвы», почетный реставратор фресок Санкт-Петербурга, армянин по происхождению Николай Михайлов. Михаилян. Он был приглашен в Армению для осмотра отреставрированных несколько лет назад фресок церкви Кармравор. Николай Михайлов оценит техническое состояние фресок после реставрации. По итогам визита будет подведено экспертное заключение. Эксперт также осмотрел мост 1664 года, церковь Кармравор раннего средневековья святого Григория Просветителя, церкви Святой Богородицы, Царанавор, Спитаковор и Дом-музей Брощана. Член сборной Армении по тяжелой атлетике Андроник Карабетян до 89 километров. Ну, дальше, пожалуй, я остановлю. Спорт есть спорт. Можно только по-любому поздравить данного спортсмена с победой. Это штангист. Спорт есть спорт. И здесь не бывает политики. А если политика вмешивается в спорт, это становится некой формой антагонизма понятий человечности. Таково мое мнение. На этом, пожалуй, я закончу данное видео. Мы с вами, в общем-то, проанализировали основные аспекты, о которых бурлит Армения и армянская среда. Ответили на важнейшие вопросы, связанные с теми событиями, которые осветил ваш слуга. Поэтому я с вами, пожалуй, попрощаюсь до новых встреч на моем канале. Видео выйдут сегодня. В частности, в следующем видео я хочу сказать, что мы с вами ответим на заявление армянских лоббистов. Будет очень интересный разговор в отношении, в частности, ответа одной из армянских лоббисток на ее позицию по Зангизуру. Не пропустите. Не забудьте поставить лайки, либо дизлайки. Оставить парочку комментариев. Подписаться на канал вашего слуги. Нажать на колокольчик. Поделиться ссылками в соцсетях. Пригласить друзей и знакомых. И не забудьте им сказать, чтобы они сделали то же самое в отношении видео на канале вашего слуги. И не забыли бы подписаться на канал. И оставить свои комментарии-свои мнения под видео. Я уж не говорю про то, чтобы вы также не забывали про мою страницу в Одноклассниках, в Фейсбуке и в ТикТоке. На этом все. Не забудьте последнее, что хотелось бы сказать, что под видео, кроме ссылки на видео, которое мы с вами анализировали, будут все необходимые данные для оказания финансовой поддержки вашего слуги. Теперь точно все. Всегда ваш Сеидов Камран. До свидания.